Здравствуйте! Это главные новости Ростовской области в студии Ася Скрынникова. Смотрите в выпуске. Не допустите роста заболеваемости. Губернатор поручил разработать санитарные меры на майские праздники. Парк, больницы и дороги. Ростовские депутаты проверили состояние городских объектов и дали оценку работе властей. Я бы в рабочие пошел. Какие профессии наиболее востребованы в регионе, расскажут наши корреспонденты. Два человека погибли в ночном ДТП на трассе Котельниково-Песченокопское. Как сообщили в областной полиции, водитель Форд Фокуса, тянувшего на жесткой сцепке еще один автомобиль, выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик. В результате столкновения шофер и пассажир легковушки погибли. Водитель Газели получил травмы. Проводится проверка. Разработать санитарные меры на майские праздники, чтобы не допустить роста заболеваемости, поручил губернатор на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Также Василий Голубев обсудил ситуацию с главами тех районов, которые попали в красную зону и отстают по вакцинированию. Ситуация с коронавирусом стабильная, но очевидно напряженная. Такую оценку дал губернатор на заседании регионального штаба по борьбе с новой инфекцией. Есть районы, которые застряли в красной зоне. И с главами этих территорий разговор серьезный. Мы же понимаем, что мы находимся перед угрозой возможного нового скачка. Не случайно некоторые ограничения, которые вчера озвучила Голикова Татьяна Алексеевна. Это все не случайно, друзья. И темпы вакцинации от них зависит то, как дальше будет. Только возможно осложнение еще в более худшую сторону. Или кто-то думает, что мы не рискнем их вводить, эти ограничения. Ради здоровья жителей области мы пойдем на это. Принципиальная задача организации вакцинирования жителей. Чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно предпринять максимум усилий. Возможность привиться должна быть у всех дончан, в том числе в отдаленных территориях, подчеркивает Василий Голубев. Туда должны доехать мобильные пункты вакцинации. Если есть потребность, нужно увеличивать и число стационарных пунктов. При этом речь о дальнейшем смягчении ограничений пока не идет. Мы не отменили принципиально и не отменим пока масочный режим в общественных местах. Масочный режим в транспорте. В местах скопления людей мы будем требовать масочного режима. Везде, где есть потенциальная угроза передачи инфекции. Отдельное внимание на штабе уделили предстоящим майским праздникам. Глава региона поручил проработать комплекс санитарных мер, чтобы не допустить роста заболеваемости после длинных выходных. Оксана Мельничук, Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Удалось ли сохранить стабильность в жизни региона в год пандемии? Какие меры поддержки населения нужно ввести сейчас? Донской губернатор отчитался перед законодательным собранием о работе правительства в 2020-м. Наша съемочная группа присутствовала на заседании. 13 апреля состоялось 30-е заседание законодательного собрания Ростовской области, в ходе которого губернатор Василий Голубев подвел итоги работы правительства в 2020-м году. Рассмотрение отчета губернатора – это один из ключевых вопросов деятельности законодательного собрания и всего депутатского корпуса в целом. С одной стороны, это возможность оценить результаты работы не только органов исполнительной власти, но и всего комплекса хозяйственного Ростовской области за прошлый год. Ключевой темой стал вопрос, удалось ли сохранить в регионе стабильность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Василий Голубев отметил, больше всего в разгар пандемии пострадали сферы услуг, образования, гостиничный бизнес и туризм, а также бизнес, связанный с проведением массовых мероприятий. Однако, по словам губернатора, в результате непростой ситуации прошлого года Ростовской области все же удалось сохранить устойчивость как социальной, так и экономической сфер. В целом, с учетом федеральных средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с COVID-19, как уже было сказано, направлено более 15 миллиардов рублей или около 6% расходов консолидированных бюджетов области. Финансовая помощь местным бюджетам выросла в прошлом году почти на 21% и составила более 118 миллиардов рублей. Еще Василий Голубев и депутаты Донского парламента обсудили текущие вопросы. Среди них законопроекты по ограничению продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, повышение ежемесячных выплат на детей из малообеспеченных семей и установление конкретной ответственности за ненадлежащее содержание сельскохозяйственных животных и птиц. Участники заседания согласились и с необходимостью расширить перечень наград, дающих право присвоения звания ветеран труда. В области культуры ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны новый законопроект даст право бесплатного или льготного посещения музеев Ростовской области. Артем Тарасов, Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Выездное заседание постоянной комиссии городской думы провели депутаты в рамках реализации стратегии развития Ростова-на-Дону. Избранники народа побывали в ряде социальных объектов, такие как парк Цабино и школа номер 32. О том, какие выводы можно сделать о работе властей, смотрите в сюжете наших корреспондентов. День постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию начался с объезда новых особо важных объектов города. Вначале заехали в детскую поликлинику железнодорожного района. Ее сделали с нуля. Это плановое посещение. Сейчас у нас будет рассматриваться вопрос стратегии развития 2035. Мы смотрим, какие работы выполнены. Сегодня объезд будет по семи объектам. В данный момент мы находимся в поликлинике железнодорожного района, которую жители ждали порядка шести лет. Мы увидели, что все сделано на очень достойном уровне, очень комфортные, созданные условия для детей. Следующий объект – парк Цабино. В рамках программы по благоустройству построили площадки для выгула собак, прогулок детей разных возрастов, занятий спортом. Отремонтировали плиточное покрытие. Мы привели в порядок запущенный парк, который очень давно просил благоустройства. И теперь, наконец, жители нашего района могут безопасно и спокойно здесь проводить время. А вот на дорогах от улицы Еременко до улицы Ткачева большие проблемы. Представители администрации города отчитались перед комиссией. Дорогу будут переделывать, подрядчик возмещать убытки. Не завершили покрытие автомобильной дороги. Парковочные, гостевые карманы, часть тропуаров, разметку, дорожные знаки, озеленение. Целый комплекс работ непосредственно, которые не позволяют принять данную работу в эксплуатацию и запустить движение. Еще депутаты осмотрели обновленную школу номер 32. Ее полностью отремонтировали и оснастили по последнему слову техники. Комиссия поставила работе оценку хорошо. И задача была в том, чтобы увидеть направление работы по всем отраслям городского хозяйства. Это и здравоохранение, это образование, и дорожное хозяйство. В общем-то мы увидели то, что сделано было в 2020 году. Объездом депутаты городской думы удовлетворены. Увидели, конечно, и те задачи, которые нам стоит решать в 2021 году. Теперь депутаты Гордумы Ростова-на-Дону должны будут определить, какие еще социальные объекты нужны для благополучной жизни горожан. Алена Абадр, Владислав Агай, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Наш регион вошел в пятерку лидеров по числу востребованных вакансий. Так, в этом году работодатели предложили более 60 тысяч вакантных мест. Больше всего пользуются популярностью сферы обрабатывающего производства, здравоохранения, соцуслуг, образования, торговли и транспорта. Почему люди отдают предпочтение этим профессиям, расскажет Алина Высоцкая. Сосредоточенность, ответственность и приветливость. Три кита процесса торговли. Специалисты именно этой сферы больше всего востребованы на рынке труда. Продавцы ежедневно трудятся с утра до вечера. Несмотря на загруженность, говорят, что торговля – дело интересное и, что самое главное, предполагает карьерный рост. Нравится, хороший коллектив, доброжелательные покупатели. То есть работать и перспективы неплохие. Проводим консультацию с покупателями, где находится какой товар. Помогаем в выборе товара. В наши обязанности входят порядок в зале, то есть выкладка товара, чтобы покупатель смог прийти, и все было доступно. Магазин открывается с 9, график работы у нас до 21. А рабочий день Алексея Шиляевой начинается в 4 часа утра. Он – водитель автобуса. И перед тем, как сесть за руль, мужчина проходит осмотр у доктора. Потом идет процесс подготовки транспорта. План осмотр автобуса. Круг обошли, посмотрели масло там, на те фресы. Все, поехали на линию. Ну, не на линию, сначала на заправку. Мы приезжаем, здесь большее время проводим, где-то час-полтора. Первый рейс у меня в 6.19 я выезжаю. Постоянно в пути и всегда в ответе за безопасность пассажиров. Ему маршрут номер 26 идет от Ливенцовки до Центрального рынка. И так почти до полуночи. Водитель говорит, к такому непростому графику уже привык. В профессии он почти 20 лет. Пока одни несут ответственность за жизни пассажиров, другие – в ответе за знания подрастающего поколения. Учитель будет существовать всегда. Мне очень приятно, что сейчас в школу приходит много молодых педагогов. С ними очень приятно работать. Это всегда интересно. Это всегда какой-то обмен опытом. Мне кажется, что самое главное в профессии учителя, ну вот самый главный мой принцип работы – это искреннее желание здесь быть и делать то, что я делаю. А уже из этого принципа вытекает все остальное. Это и уважение к детям, и желание подготовить какой-то интересный, необычный урок. Отметим, что при содействии органов службы занятости населения региона в этом году 25 тысячам дончан удалось найти работу. Алина Высоцкая, Александр Кучец, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ростовчане уже в этом году смогут заняться спортом в новом физкультурно-оздоровительном кластере на Гребном канале. Он появится в рамках проекта «Единая Россия. Детский спорт». О планах рассказали на встрече активистов, общественных организаций и проектов партии в Донской столице. Сегодня там условия не только для водных видов спорта, но и для того, чтобы просто прийти с семьей, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах. Там строятся футбольные поля, волейбольные площадки. И поход уже сегодня на стадии завершения. На встрече обсудили реализацию в регионе двух крупных партийных проектов «Детский спорт» и «Новая школа». С предложениями выступили представители педагогических и спортивных общественных организаций. Особое внимание уделили инициативам, направленным на всестороннее развитие образования. И, может быть, самым главным является вопрос, связанный с оплатой труда наших педагогов. Вопросы, связанные со школьной медициной, они также актуальны, и они обсуждаются сейчас на федеральном уровне. Мы уже приняли в первом чтении законопроект, связанный со школьной медициной, но ждем поправки к этому закону, и я надеюсь, что и у нас они сегодня прозвучат. На совещании отметили, важно обеспечивать доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также развивать спорт для особенных детей. И в завершении курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня – 77 рублей 25 копеек, евро – 91 рубль 92 копейки. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрынникова. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok